Славянск на Кубани засиял по-новогоднему. Повсюду выросли традиционные рождественские елки, засверкала праздничная иллюминация, установлены сказочные персонажи. А как к Новому году готовятся школы и детские сады, расскажут наши корреспонденты. Больше всего Нового года ждут дети. Для них это время подарков, встречи с Дедом Морозом, новогодней сказки и чудес. Поскольку Новый год – событие особое, то и атмосфера должна для этого быть соответствующая. В преддверии одного из главных праздников года все люди стараются украсить свои дома по-новогоднему, чтобы создать атмосферу волшебства. Не остаются в стороне и образовательные учреждения района. В детском саду сказочный город. Действительно все похоже, словно на сказку. Повсюду мишура, гирлянды и различные атрибуты зимнего праздника. Самое главное, что многое из новогодних украшений сделано руками детей и их родителей. Мы там всякие игрушки лепим. Мы сначала там снеговиков склеили. Мы дома делали елочку. Мы ее веревочками, я ее вот так вот делала, обматывала. И сверху мы сделали звездочку. А я делала конус елочки. Я его украшала. В детском саду сказочный город удивляло разнообразие новогодних подделок и других праздничных атрибутов. В каждой группе есть главный символ нового года – зеленая красавица, снеговики из подручных материалов, а стены украшают детские рисунки на тему праздника. В одном из фойе садика развернулась большая выставка. На ней представлены плоды совместного творчества детей и родителей елки. Новый год – это замечательный праздник. И сколько бы ни было лет, 5, 15, 25 или 50, мы ждем от этого праздника чудо. Мы в детском саду, конечно же, тоже подпитываемся энергией наших детей и ждем и помогаем им создавать это чудо. У нас проводятся сейчас на сегодняшний день репетиции. Мы готовимся к праздникам, которые будем проводить для наших родителей замечательных. И проходят всевозможные конкурсы. В частности, конкурс «Новогодние елки» вы сейчас можете наблюдать. Праздничную эстафету подхватывают городские и сельские школы района. Там также активно готовятся к встрече Нового года. Окна здания 17-й школы украшены снежинками, которые учащиеся сами вырезали на уроках. Елочка-краса – этот конкурс объединил родителей и детей не только садика «Сказочный город», но и 17-й школы. Елочки, которые ученики соорудили вместе с родителями, удивляли своим разнообразием. Маленькие и большие – из бумаги, ткани, салфеток и другого материала. «Это традиционный уже конкурс. Ежегодно до 100 поделок в нашей школе мы получаем от семей поделки, которые сделаны руками детей». Артём Шелуха, узнав про конкурс, не задумываясь, решил поучаствовать. Он вместе с родителями соорудил ёлочку своими руками. На работу ушло 25 метров ленты, а по времени – несколько дней. «Елку делали из ленточек и мишуры, а звезду повесила наша учительница». В Первом лицее тоже отлично подготовились к Новому году. Мерцает мишура, светятся гирлянды. Подделки в виде снеговиков украшают подоконники, окна, снежинки. «Украсили окна нашей школы в одном едином стиле. Работала творческая группа во главе Любови Ивановны, директора. Выбирался рисунок, эскиз. И уже впоследствии дети на уроках трудового обучения готовили шаблоны, вырезали, украшали все классные комнаты и коридор». Уже сегодня в каждом образовательном учреждении создана атмосфера настоящего праздника. Ведь Новый год с трепетом и надеждой на чудо ждет каждый ребенок. Для них это особый праздник – день осуществления сокровенных желаний. Совсем скоро пробьют куранты и наступит 2017 год. Ну а пока мы все с трепетом ждем наступления этого дня.